Всем привет! Это, будем считать, такая тестовая запись. Если она каким-то образом не работает, то вы, конечно, можете мне об этом написать. Не факт, что я что-то изменю, но, по крайней мере, я постараюсь, если у вас что-то не работает. Вообще, у меня были, конечно, обширные планы на этот прямой эфир, что-нибудь такое мегаписательское и про первые книги, но как-то тема, сама собой, съехала скорее в прокрастинацию, в которой я пребываю в последнее время, и что же с ней делать. Запись этого безобразия будет выложена на YouTube, ссылочку я выложу. Потому что сегодня суббота, и вряд ли кто-то особо хочет это смотреть. Хотя я постараюсь, чтобы это было покороче. Идея в том, что у меня заканчивается отпуск, и провела я его, наверное, процентов на 30 от того, какие планы у меня были. То есть, в общем, должно быть, конечно, стыдно-стыдно, но не очень. И поговорить я хочу о том, как, собственно, нагонять эти планы, построенные, необходимые, нужные, когда вот уже рабочая неделя послезавтра, и планы все еще громадеют, и они не реализованы. В эти 30 процентов, которые я все-таки сделала, я приблизительно считаю, что это 30 процентов, вошло всего два дела из того объема, который я планировала. Одно из них обязательное, никак не могло быть проигнорировано, это курс Sketchbook 2.0, который сейчас идет в Калачево School. И он 9 апреля уже заканчивается, то есть тут надо было гнать и рисовать, и рисовать, и рисовать, потому что иначе не успеешь сделать все задания. А второе это редактура, редактура очередной книги, и, наверное, об этом я немножко и поговорю сейчас. Как раз, собственно, ее вы видите на экране кусочком, я решила, что нафига показывать себя, если мы будем говорить в основном о книгах или о рисовании, или еще о чем-нибудь, то есть лучше я буду показывать вам полезные программы, книжки, какие-то распечатки, какие-то картиночки. Но показывать себя пока не вижу для вас практической пользы, может быть позже. Итак, идет редактура, и должна я была начать ее 1 марта, но неожиданно начавшийся ремонт выбил меня на 2 недели примерно. Соответственно, я уже точно знаю, что 30 апреля, как планировала, я этот второй черновик не закончу. И ремонт это, на мой взгляд, достаточно уважительная причина, чтобы сдвинуть сроки. Сдвинуть сроки и не корить себя, не винить себя, и главное не пытаться впихнуть невпихуемое, да, то есть 2 недели — это 14 дней, и по первоначальному плану это 14 сцен, да, то есть это очень большой объем. Попытаться их нагнать, ну, не знаю, там, за пару-тройку дней, почему бы и нет. Это не только может отразиться на мне лично, то есть меня затошнит совсем от текста, или мне просто станет плохо физически, нельзя столько сидеть и мусолить, но, скорее всего, это скажется и на качестве результата, то есть второй черновик — это уже не та стадия, когда можно махнуть ручкой и сказать, ай, ну и так сойдет, потом будет еще третья, пятая, восьмая, десятая правка, я тут точно подправлю, ладно, поехали дальше, быстрее, быстрее, у меня долги. Так можно только на первом черновике. На первом черновике... Да можно все. Можно пропускать описание, можно пропускать целые куски, можно писать, он пошел туда, она пошла туда, он на нее наорал, она в него влюбилась. Самый короткий первый черновик, прекрасно. Дальше можно из этого развернуть что угодно. Можно диалоги, 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 да, как они ругались, потом как они мирились. Можно что-то такое писать и к середине такой, о, че, мы идем куда-то, а да, кольцо бросать в гору, ну ладно, пока пошли к эльфам, потусим там. Потом это все можно исправить. Первый черновик, ну как бы, можно все. Когда это второй черновик, когда это редактура, подобное отношение, оно неправильное. Это не значит, что потом, что в конце второго черновика у вас получится идеал. Идеал вообще, многие писатели, я думаю, согласятся со мной, недостижим. И опасно к нему стремиться. Но выложиться по полной на втором черновике очень-очень желательно. Делать максимально хорошо. А это значит, в том числе, и не гнать, и не 10 сцен за день. Потому что потом все равно еще что-то будет. Как минимум у меня это будет еще один прогон полностью. Почему он будет? Потому что второй черновик это редактура по сценам или по главам. Кому как удобнее. То есть это редактура отдельных кусочков. Эти кусочки должны быть по итогу законченными. У них должна быть четкая цель, в них должен быть хорошо прописан конфликт, они должны иметь сначала конец. И вот так вот каждый кусочек. Сколько бы их там ни было в вашей книге. И поэтому очень важно потом, после окончания, их соединить все в один файл. Там вордовский или какой-нибудь еще. И посмотреть, а как же оно как единое целое работает. Потому что легко можно упустить какие-то связки, какие-то переходы. Или какая-то смена настроений между двумя соседними сценами окажется просто такими, что героям сочтут неадекватом. Почему здесь он ржет, как конь, а в следующей сцене рыдает, как ребенок. Что такого случилось? Ну как бы... Почему у него такие эмоциональные качели постоянно? Это можно считать или не считать третьим черновиком, вот этот вот финальный прогон. Например, Брэндон Сандерсон когда-то говорил в своей лекции, что у него восемь черновиков. Супер. Но потом он раскрыл эти восемь. И оказалось, что последние три это уже правка и вычетка в издательстве. То есть последний восьмой черновик это на самом деле корректор выискивает опечатки. И да, конечно, потом эти опечатки он присылает на утверждение Сандерсону. Я уверена. То есть это вроде как Брэндон немножко поработал. Но это не значит, что да, он сидит и с нуля пишет восемь черновиков. Но он считает, что это восьмой. Так что это кому как нравится. Я вот эту вот единую вычетку после второго черновика обычно за третий черновик не считаю. Можно считать, что это 2.0, 2.5. Да, после этого книга отправляется к бетам. И дальше уже по замечаниям бету у вас, возможно, будет еще один черновик. В зависимости от того, что они вам скажут. Если замечания будут маленькими, несущественными. Тут опечатка, тут что-то еще. Ну и ладно. Да, то есть это все, наверное, войдет в единую стилистическую правку. Финальную. Если же это что-то серьезное по структуре, по персонажам, ну это вполне тянет на отдельный черновик. Значит, их будет не три в итоге, а четыре, например. Точнее, три черновика и чистовик. Это все к тому, да, что хотя... Самая серьезная редактура — это второй черновик. Самое важное, в общем, вы сами вносите все изменения важные именно на этой стадии. С одной стороны, вы должны помнить, что это не последнее. Но относиться должны как к последнему, потому что по факту после этого оно попадает к другим людям. Если редактура проведена нормально. И обыть оп-ляп другим людям, ну, наверное, неправильно. Вы же не отдаете читателям финальную книгу обыть оп-ляп. Бета-ридер точно такой же читатель, просто чуть более въедливый, и которому вы доверяете сделать вам существенные замечания, которые дальше уже примете, не примете, рассмотрите, учтете, ну, как получится. Да, это все к тому, что я сдвинула сроки и надеюсь закончить эту работу после майских праздников. Пока никаких определенных планов на праздники нет, то есть вполне возможно, это будут просто свободные дни здесь, в городе, и значит, можно будет усиленно поработать и закончить. Поэтому мой призыв был, если у вас скопились какие-то долги, да, заболел ребенок, или как у меня ремонт, или что-то еще, только в небольшом количестве их дальше можно как бы уплотнять и уплотнять. Если нет, если над вами не висит кабального договора с издательством, что вот умри, но сдай текст к дедлайну, позвольте себе удлинить эти сроки. Это не поражение, это не проигрыш, это не то, что вы лох. Это жизнь. И в этой жизни есть все. И лучше не рисковать качеством текста, лучше просто дать себе нужное время. Себе и тексту, и тому, чтобы по итогу со всеми все было хорошо. На этом я думаю, что мы вот этот вот тестовый эфир завершим. Тем более у меня постоянно выключается ноутбук со скривенером, потому что он не подключен к батарее. Запись, как я уже сказала, будет на YouTube. Можно будет высказать любые пожелания, замечания, темы и так далее. Можно их высказать здесь, в директ. Можно их высказать в комментарии к любому посту. Можно их высказать на YouTube. Ссылочка будет в том числе и здесь. Думаю, что сейчас сделаю пост с ней, когда удастся залить. И предлагаясь, о чем мы поговорим в следующий раз. Надеюсь, что как раз-таки о первых книгах или, может быть, даже о скетчинге. И главное, что вроде как наступила весна. Всем пока!